Здравствуйте! Для того, чтобы вывести заработанные деньги со своего канала на YouTube и привязанные сайты к этой платформе, для этого необходимо проделать несколько действий, которые указаны в этом списке. Так как у меня всё это проделано, то на почту мне пришло вот такое сообщение. После получения вот такого уведомления на почту от Google AdSense, где сказано, что мне необходимо обновить платёжную информацию, куда можно будет перечислять платежи. И теперь мне необходимо настроить выплату платежей Google AdSense. Код я получил раньше, но реквизиты банка не сообщал. После подключения к медиа-сети Scalilab, с которой заключил договор совместной работы сроком на 3 месяца, и после прекращения работы с Google AdSense, они мне отправили код по адресу, который был указан при подключении к аккаунту с AdSense. Не прошло и месяца, как код, посланный от AdSense, пришёл мне на почту. Они сообщали, что можно вывести платежи, даже которые не достигли минимального порога. А сумма была около 11 долларов. Конечно, такую незначительную сумму я не получал. Мне просто необходимо было получить от них код. Вот так быстро можно получить код от AdSense. Теперь идём дальше. Нажимаю на кнопку «Войти в аккаунт AdSense» и очутился на необходимой странице. Как видно, что баланс больше минимального порога. Вверху жмём на статус. Как видим, вот эта синяя полоска платежей закрыта полностью. Значит, минимальный порог платежей достиг своего уровня. На красном фоне написано, чтобы получать выплаты, выберите действительный платёжный инструмент. Справа нарисована карточка, и нам предстоит выбрать необходимый способ оплаты. Нажимаем «Добавить способы оплаты». Здесь показаны три способа оплаты. Через систему Rapido я не буду подключать, потому что при переводе на другую банковскую карту они взимают 2% от суммы. А чек – это запутанное решение, которое может и затеряться, и долго путешествовать по нашей стране. Выбираю банковский перевод. И нас перекидывает на страницу, где мы должны заполнить реквизиты своего банка, к которому привязана наша карточка. Этот перевод будет зачисляться на счёт банковской карты Visa, которую я получил в своём Сбербанке. Эти реквизиты можно получить непосредственно в своём банке, где они распечатывают необходимые реквизиты и для валютных переводов. Только необходимо им сказать, чтобы они указали и эти реквизиты. Вот так вот заполняем всё. Всё пишем на латыни. Вот здесь, как мы видим, вот в этом поле, где название банка. То, что мне дали в Сбербанке распечатку, здесь полностью не получается «Руссиан Федерасион». Вот поэтому я пишу здесь сокращённо, просто или «Ру» поставим, две буквы, или убираем «Н» и пишем только «Россия», «Раша». Посмотрим, получится ли получить перевод или нет, работает эта система или нет. Нажимаем «Сохранить». Вот нажал «Сохранить» и нас перекидывает на страницу, где необходимо нам выбрать основной платёж, когда будет зачисляться платёж. У меня здесь две банковские карты. Нажимаем на этот трёхгольничек и тут пишет «Основной» или «Нет». Да, основной. Основной и всё. На эту карту будут перечисляться нам платежи. Посмотрим, как это работает в дальнейшем. При первом получении сниму ещё видео и объединю всё в одно. Заходим на главную страницу «Гугли Ассенсы» и смотрим баланс. Баланс по нолям. Последний платёж был совершён. 123,96 сумма была выведена. Деньги мне, конечно, поступили. Буквально, как заполнил всех квизитов на платёж, где-то через 5 часов деньги были зачислены мне на пербанковскую карту виза. Надеюсь, при просмотре этого видео многие, кто не знает, как вывести деньги из Ассенсы на свою личную рублёвую карту, поможет это сделать при просмотре этого видео. Кто желает получать известие о добавленных мной новых, полезных и интересных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи. До свидания.